В случае угрозы энергобезопасности страны, власти Германии предложили вводить на предприятиях критической энергоструктуры внешнее управление, а как крайнюю меру национализировать их. Так, Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, который в том числе предусматривает внешнее управление и национализацию энергетических компаний. Об этом сообщает Вездойче Альгемайтсайтунг со ссылкой на текст законопроекта, предложенный министром экономики Робертом Хабиком. Ну, тем самым, который уже и прикрутить, просил немцев и обещал, что достал газ в Катаре и сокрушенно недавно заявил, что как ни крути, а к зиме надо бы заполнить местные газохранилища все-таки голубым топливом, без молекул свободы, ибо иначе кранты. И на этом фоне, конечно, впечатляют два момента. Во-первых, высказывание канцлера на Австрии товарища Карла Нехаммера, который давеча был в Москве, сам просил, чтобы в СМИ подробности разговора с Путиным не утекали, но сам же потом по секрету на камеру и выдал. Кажется, президент России не доверяет западному сообществу. А затем добавил, санкции против Москвы все равно будут продолжены и даже ужесточены. Не ищите здесь признаков шизофрении, у нас не медицинский канал. А во-вторых, мы тут напомним, что уже 57% немцев, 69% англичан, 69% французов, 69% чехов, 78% поляков и за 80% испанцев считают, что их страны внезапно идут не туда. Пока рейтинг Путина взлетел до 82% поддержки населения, при 44% у Шольца в Берлине, 39% у Макрона в Париже, 33% у Бориса Джонсона в Лондоне, который уточним обещал еще больше и еще больше поддержки стране самых больших трезубов, но про своих избирателей последнее время слегка, так скажем, подзабыл. Однако тем временем, согласно окончательным данным, уровень инфляции в Германии в марте достиг 7,3%, чего не наблюдалось более 40 лет. Правда, неофициальный продовольственный рост ФРГ уже измеряется двузначными цифрами. И вот, на этом фоне, после неудачной попытки отжать у Газпрома подземные хранилища Германии, местные политики решили гулять так гулять. Подробности через пару секунд. Гипертония, варикоз, выпадение волос, плохой иммунитет и хроническая усталость. Почему Синтезит помогает при этих и многих других недугах? Синтезит восстанавливает саму суть нашей жизни. Кровь и кровотворную систему идет восстановление организма и мощный подъем иммунитета. Под видео есть ссылка на комментарий кандидата биологических наук Марины Духиновой. Изложены научные факты, определяющие Синтезит как мощный биокатализатор энергетических процессов, что позволяет людям, принимающим Синтезит, безопасно, а главное быстро улучшить качество жизни и здоровья. Доставка по всему миру, промокод и ссылки в описании к этому ролику. Итак, пока цена на бензин в Калифорнии поднялась выше 2,5 долларов за литр, посчитайте, по курсу можно даже по 200 рублей, как завещал незабвенный Джо Байден, который на днях выдал, цитируем, резкий рост цен в США в марте произошел по вине России. Мы видели сегодняшние данные об инфляции. 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин. В Германии, кажется, нашли способ справиться с энергетическим кризисом. В старом добром жанре, разумеется, взять все, отнять и поделить. В документе от ведомства товарища Хабика сказано, что предусмотрена национализация предприятий критической энергетической инфраструктуры, если внешнего управления будет недостаточно для гарантии энергобезопасности. Отмечается, что для подготовки к возможному прекращению поставок газа из России министерство намерено внедрить цифровую платформу, на которой должны будут зарегистрироваться все крупные промышленные компании и газовые трейдеры. На основе этих данных в аварийной ситуации должны будут приниматься решения о том, на каких предприятиях будет необходимо отключить газ в целях экономии. И эти люди, заметим, много лет учили Москву свободной экономике. И даже более того, именно они хотели по беспределу недавно отжать у Газпрома его же дочерние компании, но Кремль банально опередил честных бюргеров. Да-да, слухи о национализации дочерней компании Газпрома Газпром Германия ходили давно, но внезапно, когда, казалось бы, дяди и тети в красивых и дорогих костюмах из Бундестага нашли выход и халявное голубое топливо, которое можно под шумок отжать. Вспоминайте замороженные 300 миллиардов российских активов и слова канцлера Австрии, что Путин не доверяет почему-то больше западным партнерам. Выяснилось, что российский газовый гигант, во-первых, передал другому юридическому лицу контроль над своими газохранилищами, но самое главное в них, простите, шаром покати. И это даже не смешно на самом деле, потому что альтернатив банальному грабежу, похоже, в Берлине больше не видят. Сотрудничество, причем обоюдовыгодное для обеих сторон, нет, не слышали. Правда, кстати, странно надеяться, что в этом случае Газпром захочет поставлять товарищам, да еще без Северного потока-2, больше топлива, чем предусмотрено контрактами. Зачем нам заполнять какие-то хранилища для тех, кто в нужный момент с криком «А это все мое» тупо забьет на свои же законы. Так что это далеко не конец истории.